Ну, все основные претенденты на президентский пост на Украине в политике, в общем-то, не новички. Это давно уже для них основной род деятельности. Мы же решили выяснить накануне, кем кандидаты мечтали стать в юности и на кого они учились. Среди основных кандидатов только один технарий, то не состоявшийся, это Юлия Тимошенко. В Днепропетровском горном институте на горном факультете она не доучилась, отчислили за неуспеваемость. Задолженность была по высшей математике. И тем не менее Тимошенко поступила уже на экономический факультет Днепропетровского университета, который в итоге и закончила с отличием. В предвыборных заявлениях встречаются элементы мистики. Юлия Владимировна, например, верит, что Украина имеет уникальную миссию, благословенную Богом. Мы просто должны протянуть руку и сказать, что с этого момента нас объединил Майдан. Ребята погибали и на Западе, и на Востоке. А вот Петр Порошенко по своему первому образованию юрист-международник. Окончил Киевский государственный университет. Кроме того, еще и спортсмен. Он мастер спорта подзюдо. Поиск точки равновесия можно найти и в его программе. Порошенко призывает не допускать распри на почве языка, идеологии и религии. И обещает защитить страну от коррупции. Страна должна построить новую конкурентную экономику. Когда государство не будет вмешиваться ни в виде кнута, ни в виде пряника. Алексий Гнебок окончил школу с углубленным знанием немецкого языка. Но в итоге решил пойти по стопам отца. Тот был врачом сборной СССР по боксу. Вот и Тегнебок закончил Львовский медицинский институт по специальности хирургия. Ну и меры он предлагает кардинальные, можно сказать, хирургические. Ввести понятие титульной нации, вернуть Украине ядерный статус, осудить коммунизм как явление. Сколько грязи вылили на свободу, мы теперь как танки, а танки броду не боятся. Еще один политик-националист, лидер правого сектора Дмитрий Ярыш по образованию филолог. Он учился в Драгобыческом педагогическом университете имени Ивана Франко. Он написал книгу проукраинскую революцию. А главный пункт его программы, цитирую, остановить российскую агрессию. Как и медик Тегнебок, филолог Ярыш, хочет вернуть Украине ядерное оружие. Путина боятся в лес не ходить.